ИНОАГЕНТ Всем привет, меня зовут Николай Соболев, я иноагент. Меня признали иноагентом на территории Российской Федерации, знаете. Вот честно говоря, после того, как в конце 2022 года иноагентом признали Центр по сохранению лососевых рыб, я, ну, как бы подумал, что эта участь обошла меня стороной, но нет. Также иноагентами в эту неделю признали ведущего Александра Макошенца, писателя Елену Прокашеву и политолога Павла Мизерина. Как вы поняли, Минюсту на этой неделе нужен был медийный хедлайнер. Последний шанс, последний бой. Да, вы наверняка заметили, что Министерство юстиции делает полноценное шоу из признания людей иностранными агентами. Вместо вечернего Урганта или Поле чудес. Я не знаю, что с этим делать. Вращается барабан, мы узнаем, кому теперь на Руси нельзя доверять. И вот ни разу, ни разу они не обошлись без известного лица. Это такой непременный медийный атрибут. То артисты, то актеры, видеоблогеры. Посмотрите на табло, что написано. На этой неделе у данного шоу появился еще один атрибут. Впервые Министерство юстиции публично указало короткую причину для занесения человека в список иноагентов. Итак, давайте разберемся. Согласно Министерству юстиции, я высказывался. Это очень странная формулировка против граждан Российской Федерации. Выходит, что, наверное, ну теперь очень опасно высказываться и критиковать того же Владимира Соловьева. Предатель, подонок. Это Соловьеву можно оскорблять, любых граждан. Вы с мерзкой, подлой, гадкой, жрущую губу лося. Может быть, нам теперь, гражданам Российской Федерации, нельзя критиковать тех людей, которые предлагают уничтожить мир ядерными боеголовками? Первое, кого нахуй с лица земли, это Британия. Это открытый вопрос, но давайте продолжим. Также я высказывался, согласно Министерству юстиции, против специальной военной операции. Я хотел бы, я надеюсь, я увижу конкретные формулировки. И высказывался в поддержку недружественной страны Украины. Я считаю, что это по факту неверно, потому что я как высказывался, так и продолжаю высказываться в поддержку украинского и российского народа. И до тех пор, пока президент Российской Федерации называет украинский народ братским... Братская страна, братский народ. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Всегда считали украинский народ братским народом. Я и так сейчас думаю. Неужели человек, который сострадает нашему братскому народу, среди которых находятся наши братья, наши знакомые, является иностранным агентом в России? Я считаю, что это существенное упрощение. Зрители моего канала, который внимательно смотрит мои выпуски на протяжении последнего года, ну, наверное, успели понять мою позицию. Я не обвиняю и не высказываюсь, и не могу высказываться в поддержку какой-либо недружественной страны, потому что я не размышляю категории вины. Я размышляю категориями причин. Я много раз пытался объяснить каждому из подписчиков моего канала, зачем нужно искать эти комплексные причины, или как вы называете это, вину всех участников конфликта. Потому что если мы допустим такие же причины в будущем, у нас будет точно такое же следствие в виде таких же мировых конфликтов. Даже если Владимир Путин уйдет. Нет Вовы, нет войны, нет смерти. Нет женским выкидышам и мужским изменам. Ну, конечно. Это будет продолжаться до тех пор, пока один или два гегемона в лице Китая, Британии, Соединенных Штатов Америки. Один центр власти, один центр силы. Это мир одного хозяина, одного суверена. Которые пытаются навязать всем остальным свою идеологию или свою политику путем мягкой или жесткой силы, как они это делали не раз и не два. Я об этом также подробно рассказывал. Я не знаю уже даже как объяснять, но это то, к чему мы должны прийти в будущем, для того, чтобы нейтрализовать эти конфликты. Потому что до тех пор в любой критической ситуации всем будет насрать на вот это международное право, которое само по себе на самом деле является фикцией. Я могу вам сказать, как человек, который следит за историей, что когда страна полагает, что ей грозит экзистенциальная опасность, она не обращает внимания ни на какие международные соглашения, правила и так далее. И мир будет раз за разом сваливаться в эти территориальные мировые войны, за распределение сфер влияния, как это происходит повсеместно. Все это будет частью нашей жизни, пока мы не поймем и не осмыслим причины нашего поведения, о которых я тут говорю раз за разом, но меня все равно никак не могут услышать. Даже несмотря на то, что очевидно. Люди, которые разбирали эти причины, предсказывали этот конфликт и пять лет назад. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление НАТО, это большая война в России. И вероятность ее 99%. И 15 лет назад... Нас ждет очень большой, тяжелейший, на мой взгляд, война с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. И 20 лет назад они это предсказывали. Надо сказать заранее, что война будет на территории Украины, за Крым. Киевское руководство не может понять, к чему привела их политика. У НАТО нет других планов, кроме ведения войны. Напрямую с Россией они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. И вы не поверите, даже 30 лет назад некоторым людям было понятно, что это произойдет. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю. Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. Преимущество вот этих людей по сравнению вот с этими людьми... При этом Россия нихуя не делает и, естественно, ни на какую Украину наступать не собирается. Было в том, что они не в угадайку играли. Они внимательно следили за происходящими в мире процессами. А вы все еще не знаете, вы все еще как дети наивно улыбаетесь. Вам кажется, что нет, этого не будет. Это будет. И пока мы не научимся этого делать, нами будут манипулировать. Вы будете попадать в эти когнитивные удары, в эти информационные пузыри. По нему нанесен когнитивный удар, ему плохо, ему нехорошо. Сейчас по мне когнитивный удар, мне прям страшно сейчас. И будете шататься от одного мнения к другому мнению. Я могу один раз ошибиться? Царь, хи-хи, ха-хай. Ошибся! Да, друзья, и все так и будет продолжаться. Поверьте мне, не нужно испытывать какие-то влажные фантазии. Все так и будет, пока человечество не встанет на рельсы синергичного развития. Пока не будут осмыслены причины нашего поведения. Пока не будут разработаны ценностные институты. Это история, где нужно находить компромисс. И это надо как-то разруливать. Но теперь этого, к сожалению, не случится. Я могу это констатировать. Пока два этих геополитических лидера не попытаются уничтожить друг друга. Биг! Бум! Yeah, big, бара-бум! Бара-бум! Я не знаю, сколько раз мне вообще нужно повторяться для того, чтобы вы наконец-таки осмыслили, что все немножечко шире, все немножечко масштабнее, чем вы можете себе представить. И главной нашей проблемой является то, что у нас очень молодая цивилизация, которая не научилась учиться, чтобы понять, что огонь обжигает, нам всем нужно снова сунуть руку в этот костер. Но не научились мы на горьком опыте. Ну вот поэтому, и именно поэтому, все страны, как часть единого организма, допустили очередной мировой конфликт. Если бы война была исключительно плодом безумного, словно говоря, тестостерона, она бы не продлилась на протяжении всей человеческой истории. У нее есть глубокая сакральная психологическая функция. В этом конфликте, в разном соотношении, виноваты все участники конфликта. И по-другому и быть не может. И знаете, я в какой-то степени даже рад, что после признания меняя на агентом, я могу более уверенно рассуждать о причинах произошедшего. Потому что вот что важно. Возможно, многие люди поймут, что я никем не куплен и не пытаюсь усидеть ни на каких стульях. Мне это просто неинтересно. Но что же это за причины? Да вот они, если кратко, и вот в чем заключается моя позиция. Соединенные Штаты продолжали агрессивную экспансию НАТО, экспансию либеральной идеологии после развала Советского Союза, ни в коем случае не учитывая интересы других геополитических центров. Ну потому что они проиграли эти геополитические центры. Зачем учитывать их интересы? Даже когда речь заходит о самых, что ни на есть принципиальных для них территориях. Она делится к нашим границам, делится. Выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Инфраструктура военная вплотную подходит к российским границам. Нам придется что-то делать в ответ. Сказали одно, сделали другое. Кинули. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные опираты. Нам что, воевать с блоком НАТО? Мне прям страшно сейчас. И знаете, вот эта война с Россией, это еще цветочки, друзья мои. Будет очень интересно в первую очередь вам посмотреть в кавычках, когда Америка по тем же причинам сцепится с Китаем. То есть последний политик у США, который предлагал адекватную внешнеполитическую стратегию глобализации, был Буш-старший. И его выкинули из офиса. А что Европа? А Евросоюз вообще не имел никакой конкретной стратегии развития, пытаясь расширить количество стран-участников этого Евросоюза вместо разумной и глубокой интеграции стран друг в друга. Безусловно, ЕС допустила множество ошибок. И с точки зрения миграционной политики, и с точки зрения тех необходимых шагов, которые на самом деле требовались для интеграции с Россией. Не было бы многих проблем, если бы эта интеграция состоялась. И Россия хотела в Евросоюз. И Россия четыре раза просилась в НАТО. Я не исключаю такую возможность. Я вам больше скажу. Я решительно уверен, что Россия является частью Европы. И возможно, это одна из тех причин, почему Европа могла бы более внимательно относиться ко всему, что происходит в нашей стране. Вы скажете, зачем это делать? Зачем? Это же наша проблема. Но вот до тех пор, пока кто-то так размышляет, у нас и будут продолжаться мировые войны. Пока мы не мыслим наш земной шарик, как нечто общее для нас. Война продемонстрировала импотенцию всех старых институтов. А что Россия? Россия, потеряв союзников, возможность прогрессивно задействовать мягкую силу, свалилась в суверенное демократическое самодержавие. Говорят, вы хотите быть царем. Говорят, что вы новый царь. Даже в журналах об этом пишут. Не смогла эффективно справиться с коррупцией. Безусловно, деградировала с точки зрения дипломатических институтов. Вы знаете мою позицию. Россия допустила множество очевидных ошибок. Но вот весь этот даже краткий геополитический анализ это никакая не моя заслуга. Это не какая-то моя выдумка, друзья. Вместо того, чтобы орать друг на друга. Какая дикость, ну скажи ты хоть что-то, ну выскажи. Ты что, блин, когда ты будешь высказываться-то? Вместо того, чтобы изображать из себя неравнодушие. Дал самому себе, в первую очередь, понять, что я человек. Вы изучите историю, изучите литературу. Я уж не говорю про нейробиологию, философию, Хантингтона, я не знаю, Явлинского. Да хотя бы Зыгоря прочитайте. Но если вы хотите высказываться, Я это сказал. А эта позиция, она должна формироваться у всех. И только тогда мы станем гражданским обществом. Следите за мыслью. И только тогда мы не допустим те причины, потому что их осмыслим. И не допустим те следствия в виде того, что уже произошло. Я не знаю вообще, как объяснить понятней. Я тебе отвечу. Если ты не понимаешь, я тебе отвечу. Я понимаю, почему люди из Министерства юстиции могли посчитать, что я иностранный агент. Но на самом деле никакого иностранного влияния на себя я не испытываю. Мне очень обидно на самом деле, что я признан иностранным агентом в родной стране. Родина! Патриотом которой я искренне являюсь. Именно поэтому я в этой стране и остаюсь. Желаю людям в этой стране наилучшего выхода из этой ситуации, которого не произойдет. Я на это указывал. Если мы будем продолжать, допускать те самые ошибки. Я не имею ни малейшего желания критиковать нашу страну. Но я считал, что я, как гражданин Российской Федерации, имею полное право критиковать некоторые деструктивные политические инициативы. Ту бездарную информационную пропаганду. Вот прям пить этих детей. И ту горделивую, невозможно горделивую риторику телеэкспертов, которые хотят все взорвать. Мы или победим, или человечество исчезнет. Те методы цензуры, выдворение некоторых блогеров, которые становятся фанатами Украины. Те инициативные законопроекты, которые призывают вернуть смертную казнь в отношении уехавших, которые критикуют нашу страну. Да, я считаю, что это безумие. Ну что это такое? Окей, давайте я вам расскажу, что такое быть и оставаться в России, будучи иностранным агентом. И что я буду делать дальше после всего этого. За свои идеалы. Я, конечно, готов умереть. Давайте так, что происходит с человеком, который сидит в московском кафе вместе со своим другом в пятничный вечер, пьет сок, и вдруг неожиданно... Так бум, стики-тики-ти-панк. Везде вот просто начинает появляться. Просто везде. Сразу тысяча поздравлений И тысяча соболезнований в интернете У меня было ощущение, что у меня кто-то умер и кто-то родился одновременно Причем родилось сразу же несколько детей Потому что звонить мне начали буквально все Звонили другие иностранные агенты В этот момент можно было подумать, что у нас есть какой-то закрытый клуб Вы все объекты разработок соответствующих служб Но на самом деле тебе просто сочувствуют те люди, которые не понаслышке знают, что такое быть иностранным агентом И предоставляют тебе некую такую информационную помощь Рассказывая во что ты попал, какая у тебя строгая теперь вот эта квартальная отчетность По всем расходам, по всем доходам А иноагенту приходится отчитываться за все переводы и за все покупки в магазине Магнит Тут же с тобой связываются разные правозащитные организации Со мной сразу же связалась правозащитная организация Агора Которая очень приятно помогает, представьте себе, иноагентам на благотворительной основе Я полностью охренел, когда об этом узнал Есть что-то бесплатное у нас в России? Россия! Они помогают подать тебе апелляцию, а я, безусловно, буду подавать апелляцию И это нужно по нескольким причинам Самое главное, эта апелляция поможет через суд узнать конкретную причину А почему же меня вот этим иностранным агентом признали? И после этого я смогу попытаться как-то вот этот статус обжаловать Тут не стоит обольщаться, потому что, опять же, как мне сказали Знаете, сколько было случаев, когда человека признавали иноагентом А потом говорили Извините Вы больше не иноагент Вот с 2012 года этих случаев было ровно НИ-ХУ-Я Но все же, стоит сказать, что случаи исключения из списка иноагентов А все-таки существуют в этой природе Впервые из реестра иноагентов в прошлом году был исключен эксперт по выборам Аркадий Любарев Я не знаю, возможно, эксперт по выборам все-таки выбрал правильную сторону Но из списка его действительно исключили, кто бы это ни был Данное решение было принято на основании заявлений и документов От уполномоченных органов государственной власти Некий Аркадий Любарев смог убедить государство, что он не получает никакого иностранного финансирования И вот, казалось бы, у тебя есть цель У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался Цель эта заключается в том, чтобы просто ни в коем случае вообще ничего не получать на твою карту В том числе, естественно, иностранного Есть только одна проблема Для начала Минюст вообще не указал, что у меня было хоть какое-то иностранное финансирование И еще проблема в том, что вроде как никакого иностранного финансирования Я, естественно, ни от кого не получал за последний год Возможно, если не считать тех самых январских ранних Каких-то выплат за просмотр от Ютуба Которые выплачивала компания Юла Которые были подключены вообще почти все блогеры российского интернета Да, мы получали доходы до того, как монетизацию отключили Я уже даже забыл, что такое монетизация Я сейчас три дубля подряд говорил мобилизация Мобилизацию, блять, второй раз хочу сказать Мы уже даже забыли, что такое получать деньги от Ютуба Но это, тем не менее, не помешало Екатерине Мизулиной В интервью другому иностранному агенту Екатерине Шихман Рассказать, что у блогеров на самом деле есть определенный список тем Дается определенный файл с темами, которые необходимо затрагивать И наши западные кураторы якобы определяли, какие ролики, какие клипы нам снимать А Моргенштерну кто-то дает файл? Есть такая версия Модераторы команды Навального Николай Соболев, Эльдар Джарахов Мне прям страшно сейчас И всем этим заведует компания Юла Которая для прикрытия выплачивает монетизацию Вообще всем блогерам Даже которые вообще никакой политический контент в жизни не снимали Это все нужно просто для прикрытия А мы все договоримся не выдавать Знаете, есть такая версия, что Екатерина Шихман получила деньги от Ютуба За интервью с Екатериной Мизулиной Такой булшет классический По факту реально получается, что Америка и ЦРУ проспонсировала саму Екатерину Мизулину Есть такая версия Впрочем, доходы от партнерки это на самом деле цветочки Потому что адвокаты из-за горы уверили меня, что иноагентом тебя при желании могут признать даже за то, что ты когда-то получил какой-то возврат денег за билеты Или за то, что ты когда-то дал интервью какой-то компании, которая работала с компанией, которая 5 долларов из-за границы на свой счет получила Был бы человек, а статья расходов найдется Работаем Еще очень интересный пункт, который мне рассказали Кого вообще, в принципе, сейчас систематически признают иноагентами в России Как оказалось, есть три самые популярные категории людей Мне прям страшно сейчас Во-первых, это, конечно, те, кто высказываются про политику Причем, если в начале спецоперации признавали иноагентами людей, которые высказываются категорически против То теперь настало другое время, иноагентами признают уже людей, которые не высказываются радикально за Брат, нейтрально больше не получится Теперь все, кто не с нами, те против нас Во-вторых, это люди, как ни странно, которые как-то связаны с борьбой за права ЛГБТ Да, если ты гомосексуал и, например, решишь отстаивать свои же права в России То тебя могут признать иностранным агентом, посчитав, наверное, что Ну, ты гомосексуал просто из-за какого-то иностранного влияния просто Ну, наверное, какие-то фильмы посмотрел В-третьих, в последнее время крайне часто признают иноагентами внимание феминисток Боритесь, делайте клуб против патриархата Это, если честно, меня удивило Почему им так не угодили феминистки? Возможно, это как-то связано с их радикальной борьбой против мачизма Мужчины, демонстрирующие свою альфа-самцовость в метро при женщинах и детях, достойны презрения Может быть, это просто связано с тем, что феминистки, в принципе, такие люди Они постоянно на все темы пытаются высказаться Ты что, блин, когда ты будешь высказываться-то? Этого я, честно говоря, не знаю Я знаю точно, что после признания мы все становимся одинаково равны И мы все одинаково, как бы, ущемлены в своих правах Николай Соболев, простите, вряд ли станет президентом в 2024 году Ведь назначаться на должности публичной власти я теперь, в принципе, не могу Также я не могу согласовывать или организовывать какие-либо публичные мероприятия Поэтому не ждите в этом году от меня никаких митингов Все вот это не имеет ни малейшего смысла Более того, я не могу финансировать никакую даже политическую партию Поэтому Единая Россия будет как-то выкручиваться в этом году без меня Как-то будет побеждать без моих вот этих пожертвований Деньги есть А государство в ответ никаким образом не может меня поддерживать Поэтому мой канал продолжит выживать на рекламу И да, я хотел бы всех расстроить Никакого контента для несовершеннолетних от меня не ждите Никаких челленджей не будет, к сожалению Мы не будем строить с моим оператором какой-нибудь замок из резиновых фигур Вот за всеми вот этими вот контентами Вот это вот к Владу А4, пожалуйста Так, я передаю привет знаете кому? Маме Николая Соболева Желаем вам крипчайшего здоровья Ну а кроме шуток, потому что ничего смешного на самом деле В том, что меня признали иноагентом Или кого-то признали иноагентом нет Все эти правила, что самое ужасное Могут в любой момент сильно ужесточиться Уже сейчас, согласно новому закону Иностранный агент может докатиться До уголовной ответственности Если просто не будет маркировать правильно свой контент От иноагентов, к сожалению, уже шарахаются Некоторые опасливые люди, которые не знают Что, в принципе, взаимодействовать На какой-то приличной дистанции с нами Все-таки можно Мне, честно говоря, просто интересно А что же будет после того, как Начнется вот эта священная война Мы идем! Какая будет жизнь иноагента после этого Я надеюсь, мне не придется исследовать Ваше место у параши Я не знаю, друзья, что будет дальше со мной Что будет дальше с моей карьерой Как это все повернется Понятия не имею Одно я, наверное, знаю точно Возможно, после второго падения С одного из стульев Поуменьшится количество людей Которые искренне считали, что Моя цель это усидеть на этих стульях Моя цель это заработать Или преследовать какие-либо корыстные интересы Хоть мне, в принципе, в последнее время Было сравнительно плевать на таких Забавных индивидов О, посмотрите, Николай Соболев Не смог съесть рыбку И усидеть на своем стульчике Знаете, что я считаю? Я считаю, что люди, которые размышляют Такими категориями в своей жизни Преследуют только корыстные интересы Им достаточно сложно понять Мотивацию человека, который остается в России И высказывает взвешенную позицию И, конечно, я не сидел ни на каких стульях Я не делаю ничего ради своего личного комфорта А если бы делал, то, наверное, сидел бы уже где-нибудь на Бали Расхаживал бы там в розовом халате В меховых тапочках Снимал бы, в принципе, мог бы снимать тот же самый контент Вы представляете, насколько легче бы вообще можно было бы делать тот же самый контент Если бы надо мной не нависал бы вот этот молот Пригожинской организации? Идите все нахуй, я слушаю Вагнера Если уж этот ролик обо мне и о моем признании на агентом Ну, выскажусь тогда Я за всю свою карьеру прошел самые разные этапы И пережил самые разные этапы Был момент в моей жизни Вы его все прекрасно помните Когда я стремился к этому хайпу К популярности, к деньгам К просмотрам Ну, знаете, время идет И приходит время Когда тебе становится сравнительно наплевать на эти вещи Потому что, достигнув этих вещей в прошлом Ты понимаешь, что они по-настоящему тебя не наполняют Что не в этом счастье Что счастье-то оказывается не во внешнем Тебе становятся не нужны все деньги мира Ты не стараешься быть удобным для кого-то Для того, чтобы достигнуть этого вожделенного признания И перед тобой, вот, когда ты достигаешь вот этого этапа Когда тебе уже 29 лет Когда скоро 30 лет Начинает вырисовываться Если ты деятельный человек, конечно Вот это слово «миссия» Если уж ты снимаешь такой контент, какой снимаю я Возможно, истина в какой-то момент становится для тебя дороже Чем Гомер, чем Сократ, чем Владимир Путин И дороже, чем ты сам И я, занимаясь такой деятельностью Решил, что самым главным в достижении вот этой истинной цели Является попытка отобразить верные пропорции нашего мира Иронично, что об этом еще в 1999 году сказал пропагандист Киселев Удача журналистов, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира Это показ всей картины мира Но эта формулировка на самом деле очень точная Именно поэтому мне искренне неприятно те люди, которые воюя на медийном фронте Допускают в своей деятельности искажения, упрощения И ту самую мыслительную ситуацию, где с одной стороны у них вот эти высшие эльфы, которые все делают правильно А с другой стороны наша страна Мордор, непроглядная чаща леса, тьма, орки Орков с детства учат, что орочьим ордам угрожают хоббиты, люди, эльфы Это вот эти люди сидят на определенном стуле И в моем представлении этот стул очень удобный Как классно высказывать вот эту черно-белую позицию Сразу же набираешь себе армию адептов, которая размышляет точно так же Тут все абсолютно черным по-белому Здесь просто, мне кажется, не может быть черного и белого, блять Здесь есть вот просто ситуация, которая абсолютно черная И вот ты сидишь на этом стуле оппозиционера или в кресле революционера Где-нибудь за границей и срешь, и срешь, и срешь на Россию Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны фронта не испытываю Срачи в Твиттере Жданова, который как бы орет на оппонента, не называет его жирной тварью И я не понимаю, как это приближает прекрасную Россию будущего Такие неравнодушные эти ребята, да, сидят себе, клепают постики в Телеграме Высказывают эту тупоголовую прямую позицию Обвиняют одних людей, защищают других, дают интервью Не забудьте только, ребята, после интервью сходить смузи попить Я сел на велик с утра и уехал Приехал, что-то так их на эмоциях, что-то стреляет Я такой, что-то опять стреляет Я знаю, я уверен, что вот таким людям Насрать на вас, насрать на Донбасс На все эти войны, конфликты Таким людям абсолютно насрать на правду, на истину и на Россию Как правильно писал Достоевский Они первые были бы страшно несчастливы Если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась Хотя бы даже на их лад И как-нибудь стала вдруг безмерно богата и счастлива Некого было бы им тогда ненавидеть Не на кого плевать Не над чем издеваться Так они переживают за все, что происходит Да война это на самом деле их любимое зрелище Им на самом деле очень нравится все, что происходит Чем ошибочнее и глупее будет все происходить, для меня интереснее Поэтому мне все очень нравится Нравится до тех пор, пока это не касается вот лично вот их Именно поэтому русофобия, ненависть Это их инструмент для заработка Инструмент остаться в этом цивилизованном мире У них же много важных дел Почему хорошо отношусь к геям? Потому что мне нужно регулярно там продлевать различные визы Мне нужно продлевать пресс-аккредитации У них же дела на коллайдере Я прилетаю в Женевну, поскольку у меня еще были дела в коллайдере Мне вот интересно, а когда же наконец-таки Александр Глебович Невзоров Предоставит нам какие-то результаты своих исследований Александр Глебович А я исследую Вы по-моему очень сильно отвлеклись Вы по-моему только и делаете, что снимаете видеоролики про Украину А что на коллайдере-то вы делали? Что с коллайдера-то вы нам привезли? Слава Украине! Поймите, я исследователь И конечно, размышляя категориями сугубо материальными Вот такие вот замечательные индивиды И многие мои подписчики не понимают А зачем вообще выражать вот эту комплексную позицию? Зачем критиковать и тех, и других? Зачем вообще мыслить мир как единство противоречий? Зачем я так себя веду? Ну а когда, как мы уже разобрались вот в этом ролике Человек не знает, почему другой человек действует так, а никак иначе Его мозг додумывает самую примитивную причину В психологии это называется эвристика доступности Если ты не понимаешь, почему человек делает то, что он делает Выбери самый очевидный вариант, который соответствует тебе Но неправильно судить по себе Think about this, man! И вот именно отсюда и ниоткуда иначе рождается весь этот дурацкий примитив Все эти стереотипные клише, которые пытаются на меня навесить на протяжении последнего года Мол, сидит на двух стульях г-г-г Мне не близки такие люди, хоть и таких людей я прекрасно понимаю Но некоторые люди не тупые Они просто полны говна Именно поэтому самый частый вопрос, который мне задают просто постоянно Коля, а зачем ты вообще остаешься в России? Ты что, не понимаешь? Ты же можешь сесть в тюрьму Тебе же может быть плохо Может быть нарушен твой личный комфорт Зачем тебе это нужно? Уехал бы в Европу Или в Калифорнию Купил бы себе Теслу Катался бы на скейтборде в виде креста С такими соотечественниками, как вы Враги нахуй не нужны И это тот самый пресловутый индивидуализм Та самая философия гедонизма Когда люди в упор не могут понять А зачем что-то делать ради какой-то истины, справедливости Зачем что-то делать ради людей Ради своей страны Зачем хоть что-то делать, что может принести вред тебе Твоему личному комфорту Тебя же могут посадить, зачем тебе это надо Докинс же писал, что ген эгоистичный Гольбах же сказал, что нет никакого бога Есть лишь материя, а мы лишь эмоциональные роботы Которые должны стремиться к чему? Правильно, к реализации своих потребностей Лично со мной несправедливо обходятся У тебя начинают мозги работать совершенно по-другому И это именно так и называется Изображая вот это неравнодушие, благодетельность Люди тешат свое эго Мол, посмотрите, как я умею сострадать Посмотрите, какой я благородный человек Дал самому себе в первую очередь понять, что я человек Посмотрите на меня, да Я не побоялся сказать слово Да, мне было страшно Уехав из страны, да В которой тебе не нравится, что и как происходит Блять, я эту Россию не знаю Я с ней не знаком Которую ты не хочешь никогда возвращаться Я не вернусь в Россию, Юра Я не хочу никого обвинять, но давайте посмотрим правде в глаза Давайте вы будете честными друг с другом и самими собой Может быть, мир наш станет несколько лучше А что касается меня Я буду продолжать делать то, что я делал И то, во что я верю Моя цель вот здесь, а моя свобода С некоторых пор совершенно не зависит от того В какой вообще стране я нахожусь Поэтому, почему бы мне не остаться в своей родной Где живут люди, которые меня смотрят И которые переживают ровно то, что переживаю я И это для меня искренне важно Спасибо всем за ваши просмотры За ваше внимание С вами был Николай Соболев Я уверен, что все будет хорошо Особенно, если мы что-нибудь для этого сделаем Пока Субтитры сделал DimaTorzok